Вы должны определиться, в какой вы будете находиться аудитории. Сумки оставить в гардеробе, телефоны отключить, паспорта приготовить. Все как на настоящем ЕГЭ. Правда, сейчас его проводят для взрослых. Такую акцию, когда одни становятся на место других, придумали в Министерстве образования и уже провели в Москве и нескольких регионах. Для того, чтобы они изнутри увидели, что такое ЕГЭ, что он собой представляет, что на самом деле это не какой-то злой монстр, не какая-то процедура для экзекуции, а просто всего лишь обычная форма проведения итоговой аттестации. Взрослые писали ЕГЭ по русскому языку. Заявки на участие подавали заранее. Всего изъявили желание сдавать экзамен около 60 человек. Среди них родители школьников, представители администрации города и общественных организаций. Хочется все-таки прочувствовать эмоции, страх, как говорят сейчас дети. Волнуетесь перед экзаменом? Нет, потому что волнение всегда мешает. Не надо волноваться. Буду ребенка убеждать в этом же. Вчера, честно говоря, как всегда перед экзаменом, я взяла любимый учебник Розенталя и сидела его читала. Сегодня некоторых родителей можно было ругать за то, что они обычно отчитывают своих детей. За недисциплинированность. Ведь на экзамен одни опоздали, другие не взяли паспорт, третьи не выложили сотовые телефоны. Гелевую ручку, и я ее забыла. И что делать сейчас, не знаю, пойду сейчас, буду спрашивать гелевую ручку. У каждой группы родителей были свои сопровождающие. Накануне им провели инструктаж и напомнили, что несмотря на то, что такая акция для взрослых проводится в первый раз, это прежде всего экзамен. И все должно быть по-настоящему. Абсолютно такая же, как у их родителей, у выпускников. И встреча, и рассадка по местам, инструкция, то есть все как обычно. Перед тем, как войти в аудиторию, экзаменуемым нужно было миновать металлоискатель, который выявляет наличие телефонов. Если эту процедуру прошли успешно, переходили на новый уровень. Взрослым, как школьникам, объясняли правила заполнения бланков, раздавали задания и отводили на их выполнение определенное время. На экзамен у родителей всего 40 минут. Их задания такие же, как для 11-классников, правда в сокращенном варианте. Но вот сочинение родителям написать все равно придется. Выходы в уборную сопровождались, а за проведением экзамена можно было наблюдать онлайн. Как нам сказали, нарушение на родительском ЕГЭ не зафиксировано. Шпаргалок не заметили и никого не выгнали. Было немножко непривычное некоторые детали. Например, есть особое требование к единичке. Написание единички должно быть принципиально палочкой. А рука-то наш автоматом пишет хвостик. С учением мы не дошли. Не успели? Нет. Мы только 14 заданий решили. В принципе, реально все пройти, сдать. Если человек учился, я думаю, что все получится. Сразу после написания экзаменационные работы родители отсканировали. Их проверят во Владивостоке в течение 10 дней. И результаты поместят на сайте администрации города. Пока неизвестно, станет ли акция день сдачи ЕГЭ родителями ежегодной или нет. Но подводя итог экзамена для взрослых, организаторы признались, с детьми им работать гораздо проще. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.